Недвижимость и отношения. Что важно знать? У каждой семьи свой уклад. Кто-то живет с партнером, без штампа в паспорте, кто-то официально оформил отношения. Как правило, в обоих случаях есть недвижимое имущество, которое становится камнем преткновения после расставания. Как делить недвижимость с бывшим супругом? Когда можно заключить брачный договор? А когда стоит подумать о выделении долей? И что следует знать о наследстве? Об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, на законодательной основе понятие гражданский брак – это синоним официального брака, то есть заключенного в ЗАГСе. А проживание без штампа в паспорте, в свою очередь, называется сожительством. Тем не менее, чтобы избежать путаницы в тексте, я решил оставить те термины, которые используются в обиходе. Поехали! Недвижимость в официальном браке. Если вы состоите в официальном браке, все имущество, нажитое в процессе зарегистрированных между вами отношений, будет совместно нажито. Это значит, что при разводе, купленные в период брака квартира или дом, будут делиться пополам. И даже если та же квартира оформлена на имя, допустим, жены, при нотариальном согласии на это мужа, супруг все равно претендует на ее половину. Та же история с недвижимостью, полученная кем-либо из супругов от государства. Так как обычно она выдается с учетом количества членов семьи. Например, муж получил земельный участок для строительства жилого дома от органа местного самоуправления. Но в данном постановлении было указано, что участок предоставляется на семью из, к примеру, трех человек. На него супруга и ребенка. То есть, такой участок будет считаться совместно нажитым имуществом. И при разводе делится. Впрочем, есть и хорошие новости. Недвижимое имущество, полученное кем-либо из супругов до брака или по безвозмездной сделке, в результате, например, дарения, приватизации, в порядке наследования или купленное на личные средства, остается за своим владельцем. Случай из практики. После развода бывший супруг стал претендовать на одну-вторую долю в праве собственности, на квартиру, приобретенную в браке. Однако, его бывшая жена доказала в суде, что основную часть денежных средств, внесенных в качестве оплаты за жилье, была подарена ей же, ее же матерью. Учитывая данные обстоятельства, суд определил доли бывших супругов в праве собственности на квартиру пропорционально вложенным личным средствам женщины и совместным средствам уже бывших супругов. Старая и новая недвижимость. Часто бывает, что кто-то из супругов продает свое имущество, а далее к этим деньгам присоединяются общие накопления и уже по итогу покупается просторное жилье. В этой ситуации тот человек, который продал первую квартиру или дом, может претендовать на увеличение своей доли во второй, но пропорционально вложенным средствам. Для этого в суде нужно будет доказать, что средства от продажи были вложены именно в покупку нового объекта недвижимости. Основные доказательства. Договор купли-продажи и соотношение дат двух сделок. Причем идеально, когда продажи и покупка приходится на один день. Или там небольшую разницу. Но иногда они отстают друг от друга на несколько месяцев. В этой ситуации будет разбираться и решать суд. Деньги на покупку нового жилья были получены на продажу старого или пришли из других источников. Так что лучше не разносить две эти сделки на большой срок. Чем он будет длиннее, тем будет сложнее доказать свою правоту. Ипотека. Даже если квартиру вы купили в ипотеку, где один из супругов титулный заемщик, недвижимость является совместной собственностью. Поскольку кредит будет выплачиваться за счет общих средств. При этом в случае развода созаимщик может обратиться в суд с исковым заявлением о разделе совместно нажитого имущества и выделить свою долю. Однако здесь не стоит путать выделение долей. Выделение доли в праве собственности и в натуре. В первом случае в ЕГРН будет сделана запись, что доля в праве мужа и жены составляет по одной второй. Вторая ситуация. Процесс разделения помещения с организацией отдельных входов, санузлов и кухонь, применим к жилому дому. Как вы понимаете, в квартире это сделать невозможно, а вот в жилом доме вполне. Нужно только пройти строительно-техническую экспертизу, которая установит возможность такого раздела. Срок давности о разделе совместно нажитого имущества в семейном кодексе установлен в три года. Но на самом деле, на практике, по данной категории дел его не существует. Долги, в том числе и по ипотеке, являются совместными долгами супругов. И при расторжении брака делятся также пополам. Тем не менее, есть опасный нюанс, подстерегающий заемщиков, которые взяли ипотеку до официального оформления своих брачных отношений. При невозможности продать залоговое жилье, банк может истребовать недвижимость, находящуюся в личной собственности, и не только птительного заемщика. Право-концепция быть созаемщиком в этом случае не выгодно, поскольку банк имеет право требовать оплату ипотечного долга с любого из супругов, пусть и бывших. Брачный договор Брачный договор может быть заключен только между людьми, уже состоящими в браке, либо теми, кто собирается это сделать. Но во втором случае соглашение вступает в силу только после официального оформления отношений. Удобен же брачный договор тем, что в нем можно прописать, что даже совместно нажитое имущество, записанное на имя одного из супругов, после развода переходит в собственность только этого супруга. Также с его помощью можно подстраховаться, если вы берете ипотеку. Заключение брачных договоров, устанавливающих раздел режима собственности на недвижимость, приветствуется банками, поскольку документально закрепив степень ответственности каждого супруга в этом договоре, они снижают собственные финансовые риски в вопросах, касающихся возврата долга. При этом, приобретенное за счет кредитных средств имущество не является совместно нажитым. Оно будет находиться в собственности того супруга, который производит оплату кредита. Кстати, нельзя просто так взять и составить этот контракт. Он оформляется и при желании впоследствии разрывается только в присутствии нотариуса и согласия обоих супругов. Не в единоличном порядке. Недвижимость в гражданском браке. Если люди находятся в незарегистрированных отношениях, после их расставания недвижимое имущество остается у того, на чье имя оно было записано. Даже несмотря на то, что оно было приобретено на общие деньги. Справедливый выход из этого положения оформить недвижимость в долевую собственность. Но делать это нужно до ее покупки. Процедура проста. В договоре купли-продажи или в любом другом договоре, по которому оформляется собственность, нужно указать, что граждане, например, А и Б приобретают его в долевую собственность и прописать размер этих долей. Например, гражданин А получает одну третью доли, гражданин Б две трети доли. Если их размеры не указаны, считается, что каждому причитается по одной второй доле. Это лучший вариант, так как потом не нужно будет ходить по судам и пытаться что-то доказать. Однако, стоит помнить, что владение, пользование и распоряжение недвижимостью, находящееся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех участников такой долевой собственности. Поэтому, если впоследствии один из супруг захочет продать свою часть квартиры, у второго будет преимущественно право ее покупать. А как быть с ипотекой? Если пара рассталась, то права на ипотечную жилплощадь, а также обязательства уплаты кредита остаются затем на чье имя оформлены кредитные документы. В таком случае нужно либо договориться между собой о долях, либо через суд определить свою часть согласно внесенным денежным средством на погашение ипотечного кредита. Однако доказать кто и сколько вкладывал в покупку порой бывает очень сложно. Поэтому, чтобы как-либо себя обезопасить, возьмите на вооружение следующий совет. Лучше всего оплачивайте ипотеку по квитанциям, в которой указаны личные данные плательщика, либо же сразу оформляйте жилье на двоих. Тогда долг и права на жилплощадь будут делиться поровно, независимо от того, рассталась пора или нет. Наследство в браке. Если в официальном браке после смерти одного из супругов оставшаяся недвижимость наследуется другим, он является наследником первой очереди, то в случае незарегистрированных отношений все не так. Гражданский супруг может быть наследником умершего, только если его признали нетрудоспособным и он не менее года до смерти умершего находился на его иждивении и проживал совместно с ним. Очевидно, что сожители фактически выведенные из наследования могут получить что-то лишь по остаточному принципу, когда других родственников не осталось. Устранить такую ситуацию можно с помощью завещания или наследственного фонда, если у гражданских супругов есть значительные активы или бизнес. Фиктивнее брак. Еще один вид семейных отношений. Если ваш союз признан судом фиктивным, соответственно, действительным, то нажитое в нем имущество делится на доли. Брачный же договор, если был заключен, аннулируется. Статья 30 семейного кодекса. Однако, есть понятие добросовестный супруг. Это человек, который вступил в брак с целью создания семьи, не зная о том, что его партнер делал это с корыстами умыслом. В этой ситуации суд вправе применить положение, установленное статьями 34, 38, 39 семейного кодекса. К примеру, о том, что имущество, приобретенное в брак, является совместно нажитым. А также признать брачный договор действительным, полностью или частично. В вопросах, затрагивающих тему недвижимости, для любой пары есть универсальный совет от юристов. Прежде чем что-либо делать, посоветуйтесь с нотариусом, адвокатом или тем же юристом. Грамотный совет убережет вас от множества проблем и возможно позволит сохранить хорошие отношения даже после распада семьи. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok